Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Спасибо, что заглянули. Сегодня у нас это не курица гриль, я просто отправила ее в духовку. Запекла хорошенько. Вот такая вот у нас курочка, соус, овощи, перец острый, баклажаны. Здесь даже есть кабачок. Все это мы, видимо, будем кушать руками. Вот такая вкуснотища. Кабачок вообще обалденный. Еще с этим соусом. Вообще улет получается. Пока у меня руки не совсем грязные, пока у меня руки не грязные, давайте я поотвечаю на вопросы, на которые обещала ответить. Задает вопрос FavoriteSled. Привет, Айка! Спасибо тебе за то, что радуешь нас новыми видео. Хотелось бы задать вопрос. Как ты думаешь, правильно ли, что с выходом новых айфонов все бегут их покупать? Если бы ты могла закупаться каждый год новыми айфонами. Спасибо заранее. Огромный тебе привет! Не знаю, как тебя зовут, я просто ник сказала. В общем, что касается новых телефонов. Стоит ли покупать или нет, решать каждому самому. То есть, если человек хочет, прям внутри есть такое желание, то почему бы и нет, если есть возможность. У меня как-то, знаете, прошло это. Когда я училась в школе, мне реально хотелось айфон. Мне хотелось всем показать, что вот у меня есть такой крутой телефон. Ну, тогда, к сожалению, не было возможности. А потом мне как-то стало забить, какой у меня телефон. Сейчас у меня айфон 11. И он меня полностью устраивает. Я не вижу смысла каждый, например, каждый год бежать покупать. Без кредитов, без всего в год один телефон, если спокойно могу позволить. Взять со своих денег и пойти купить. Но хочу ли я этого, вот в чем вопрос. Например, золотой браслет за 80 тысяч, я хочу его, понимаете? Прям хочется. Хотя мама говорит, зачем тебе он, например, да? Мне хочется. Мне хочется. Мне хочется. Однажды на работе у нас были переговоры с директором очень крупной компании. И этот человек может тебе позволить все, что угодно. Не то, что последний айфон, он на Бентли гонял. И мое удивление, когда у такого человека в руках был восьмой айфон. Восьмой. Когда уже на дворе, на дворе стоял 2020 год. А у него был восьмой. Нравится, считаете нужным, покупайте. Единственное, что я считаю неправильным, это брать айфон в кредит с процентами. Это пипец как невыгодно. У нас, потому что я, когда работала в контакт-хоме, все телефоны можно было купить с первоначальным взносом, получается, и беспроцентным кредитом. Все телефоны, кроме айфонов. Для айфонов нужно было половину суммы отдать сразу. С чем это было связано? Могу объяснить. Не знаю, как сейчас, там, когда я работала, было так. Дело в том, что айфон имеет очень хорошую ликвидность, его очень легко, хорошо продать. В отличие от других телефонов. Многие покупали айфоны в кредит, а потом продавали, и все, исчезали. И человек, который купил этот телефон, оставался один на один с проблемами. Магазин, к сожалению, без своих выплат ежемесячных. Вот такая ситуация происходила. И, несмотря на это, все покупали. Особенно девчонки. Правда, не нам с вами их осуждать. Я всю жизнь и всегда старалась смотреть, например, вперед. Мне часто, например, мои родственники задают вопрос. Очень странно, что молодая девушка купила себе не крутую тачку, а купила себе квартиру, в которую даже сама не переехала, а сдала. Представим ситуацию. Она в конце концов произойдет. Меня перестанут смотреть. Как я рассуждала тогда? Чем я буду заниматься? У меня должна быть хоть какая-то энная сумма ежемесячного дохода откуда-то. Сейчас, например, и работы нету. Зато есть квартира, которая будет кормить. Часто мне в комментариях пишут, что Айка надо жить здесь и сейчас, наслаждаться каждым днем и прям не думать, что будет потом. Я так не умею. Мне обязательно надо думать о будущем. Я хочу никого отскольбить, но я даже не понимаю некоторые семьи, которые живут прям не в достатке, очень бедно, и при этом они рожают детей, там, не знаю, у них четверо-пятеро детей. Смотришь, вроде живут очень бедно. Зачем столько? Одно дело, как Оксана Самойлова, то есть есть возможность, заводят детей, и она знает, что она всех сможет обеспечить. Для меня идеальный вариант, это где-то к 30 лет одного ребенка. Я как бы очень хочу девочку и постараться ей дать все. Чтобы она ходила на кружке, занималась с репетиторами, чтобы у нее были последние айфоны. Не знаю, все то, чего не было у меня. Я, например, в детстве очень хотела ходить на художественную гимнастику. очень хотела. Но, к сожалению, не было такой возможности. хотя мой отец очень хотел третьего ребенка. Но мама категорически отказалась рожать. Мама сказала, нет. Надо хоть что-то дать этим детям, а потом уже думать. Когда мы маленькие были, папа очень настаивал, чтобы мама родила третьего ребеночка. Мама говорит, идеальный вариант это один ребенок. Так получилось, что я была незапланированная. И мама решила меня все-таки рожать. И мама не жалеет. Мама говорит, как хорошо, что я тебя родила. В этом плане она очень рада, что она все-таки меня родила. Но я тоже была незапланированная. мама хотела, чтобы сначала материальное положение семьи улучшилось. Если будет возможность, она родит второго. Когда папа начал говорить про третьего, мама просто отходила от этой темы, говорила, когда мы станем миллионерами, тогда заведем третьего ребенка. Но мама говорила, что я знала просто, что мы никогда не будем миллионерами. Вот мама была категорически против третьего ребенка. отец мой всегда хотел второго сына. Но я бы, если честно, хотела сестренку. Очень даже. Все равно брат, он не заменит сестренку. я бы хотела. Но уже поздно. Поезд уехал. Мне мама тоже не особо из многодетной семьи. Вот. Несмотря на то, что, например, в деревне у нас соседи у всех там по три ребенка, в то время так рожали. сейчас уже, конечно, нет. Сейчас уже стараются так сделать, чтобы было проще родителям. как говорила моя покойная бабушка, мама, мамы, дети, как твои пальцы, что бы ни произошло и с каждым из них, у тебя сердце одинаково болит. Вот. Поэтому не надо много. Кто-то говорит, надо рожать из-за материнского капитала там в России. Но я считаю, это неправильно. Только из-за этих денег, которые выплачивает тебе государство один раз, естественно, расходы на ребенка намного больше. я не могу отнести себя к Child Free, но я никогда не мечтала об огромной семье, что все мы жили вместе, все так дружно. Я бы, например, никогда бы не жила со свекровью. Я бы не смогла. Хотя я не нервная, но все равно. дабы сохранить уважение к друг другу, лучше жить отдельно. Я вот всегда об этом говорю. Однажды, когда мы продавали грузинские хинкали, позвонила женщина заказать грузинские хинкали, и она мне начала высказывать по поводу того, что она меня смотрит. Я в каждом видео говорю, что я не хочу жить со свекровью. И типа я пропагандирую это. Молодые девочки, которые смотрят на меня, будут думать так же, как и я. Я не имею права на это. И начало, короче, меня предъявлять за это. Ну, извините. Это мое мнение. Нравится, не нравится. Я считаю, сейчас уже не тот век, чтобы жить вместе. Не знаю, как в других странах кавказских, но у нас очень редко сейчас кто-то соглашается жить со свекровью, с родственниками мужа, и мне кажется, это правильно. На этом все, мои хорошие. Я честно наелась, было очень вкусно. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Всех люблю. Пока.